Что надо и чего не следует делать в воскресенье? В воскресный день следует посвятить Господу Богу нашему. С утра встав, помолившись, пойти в храм, если готовились причаститься, помолиться, послушать батюшкину проповедь, замечательную, высокодуховную, и не растеривая в болтовне с друзьями и подругами благодать, полученную в храме, идти домой, нести мир, любовь и радость дома чатиться. Чадом, чадушком и исчадием. Собственно, вот одна же главная задача. Конечно, не у всех получается воскресный день храм посетить, поэтому можно хотя бы что-то хорошее в этот день для духовного совершенства осуществить. Почитать Писание, почитать Толкование, почитать какие-нибудь молитвы, которые откладывали на потом, почитать какой-нибудь Акафисус, допустим, слава Богу за всем, замечательный Акафисус, рекомендую хотя бы раз в жизни его почитать, с ним знакомиться. Почитать хорошую духовную литературу, современных священников, читали не святые святые, владыки Тихона Ширканова, почитайте, если не читали. Хотите лучше разобраться в нашей вере, но догматическое богословие отца Олега Давыденкова как-то не сильно заходит для начального, то откройте замечательную книгу Клайва Степл Заливиса «Просто христианство». Почему бы не почитать о воскресный день? Но не забывайте о том, что наша вера не должна красть маму, папу у детей. Посвятите этот день в том числе и детям. Поиграйте в настолки, погуляйте где-нибудь, сходите куда-нибудь. Пусть дети хотя бы раз в неделю ощутят, что они не сироты при живых родителях. Потому что, конечно, больше всего купить им каких-нибудь дорогих интересных гаджетов и пусть себя там сидят и играют. А по факту оказывается, что у тебя вырос ребенок, который совсем тебя не знает, не понимает и не прислушивается, а то даже и не уважает. Поэтому если хотя бы раз в неделю будете быть с детьми, то вы в том числе исполните замечательную заповедь о том, что если кто о ближних, о домашних своих не печется, то хуже неверного. Так об этом говорит апостол Павел. А то есть у нас тенденция пренебрегать своими родными, но зато быть всем и вся для окружающих. Должен быть какой-то разумный, соблюден здесь баланс. Что нельзя делать в воскресный день? Один из самых распространенных вопросов, особенно тех, кто убежден, что православие, религия всевозможных запретов и запрещений. И особенно нам кажется, что в этот день нельзя делать домашнюю работу, уборку, что-то отрезать, что-то заниматься рукоделием, не будь хобби. Скажу вам, что все это глупости и суверия. Главное не заниматься тем, что тебе нравится, вместо службы. После службы, пожалуйста, можете повязать, можете пошить, что хотите разрезать. Тут греха нет. Если в данном случае для вас это успокоение нервов, для вас это отдых. Потому что понедельник на работу, и приходится заниматься чаще всего тем, чем заниматься не сильно-то и интересно. Поэтому в воскресный день нам не обязательно целые сутки на коленях стоять и читать всевозможные аккаунты. Просто отдохните, расслабьтесь. Побудьте друг с другом. Кстати, не у всех же дети есть. Побудьте с мужем, побудьте с женой. Вспомните, как раньше вам было здорово наедине друг с другом. Просто по парку погуляйте, сходите в театр, в конце концов. В воскресный день не запрещено ходить на какие-то хорошие, замечательные представления, которые тоже нас врывают из повседневности и делают нашу жизнь лучше, чище и интереснее. Так вот, вернусь к тому, что нельзя. Спрашивают, как быть с повседневной работой? Нет такого дня, когда нельзя было бы осуществлять повседневную работу. Поэтому воскресный день можно и приготовить, и посуду помыть, полы помыть, и памперсы поменять, и закидать белье в стиральную машину, нажать на две кнопки, потом, чтобы не напрягаясь, все это развесить. Если хотите еще совместить что-то духовное с горизонталью вашей бытовой жизни, то можете включить какое-нибудь церковное песновение или чтение Акафиста или еще что-нибудь такое глубоко религиозное, что так бы вы не слушали, а так моете посуду и слушаете, развешиваете белишко и слушаете. Пусть это будет фоном, пусть, конечно, будет некоторым суррогатом настоящей глубокой цельной молитвы, но все равно это лучше, чем просто включить какую-нибудь музыку, которая просто будет вас развлекать. И так полезно с приятным. Можете так совместить. И, ну, самое главное, воскресный день просто старайтесь никого не осуждать, никого не обижать, не ссориться друг с другом, не выносить друг другу мозг, не учить, не советовать, просто избегать тех разговоров, которые так или иначе могут закончиться разговором на повышенных тонах или даже конфликтом. Вот если так вы проведете воскресный день в тишине, в мире, в спокойствии, в посещении богослужения, в чтении Писания, в молитве, в легком, несложном трудоделании, то, пожалуйста, занимайтесь. Но, повторюсь, если у вас там вдруг сантехника сломалась или снегом дорожку засыпало, то не грех, конечно, в воскресный день сантехнику починить, и снег почистить, и листья с вашего участка, допустим, разгреб стиль. Помоги нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok